МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как в центре Казани загорелся троллейбус. Может, короткое замыкание. Расскажем, в чем подозревают бывшего первого проректора КХТИ. Иванов, находясь на свободе, может отравлять давление на свидетельство, предупредить иных лиц, занимающихся преступной деятельностью. Суд избрал ему меру пресечения. И как у уроженца Приморского края изъяли почти 4 килограмма синтетических наркотиков. Клипс, кто? Это и не только прямо сейчас. Загорелся на работе. Сегодня днем на улице Карла Маркса во время движения в троллейбусе произошло возгорание. Как оказалось, воспламенился отсек, где находились аккумуляторы электротранспорта. Пассажиров экстренно эвакуировали. С подробностями Динара Камалова. Может, короткнулось, может, короткое замыкание. Троллейбус загорелся прямо на ходу, рассказывает водитель электротранспорта. В считанные секунды дым заполонил весь салон. И несмотря на то, что это был не самый час пик, все произошло в 10.45. Внутри было довольно много пассажиров. Им пришлось экстренно покинуть транспорт. Эвакуация прошла быстро. Никто не пострадал. Подошел наш троллейбус. Мы пересадили. Они у меня уехали. Никто не пострадал. Все нормально. Этот рейс ничем не отличается от остальных. В один голос утверждают кондуктор и водитель троллейбуса. Неполадок не было. Очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке троллейбуса. Электротранспорт отбуксировали в депо, где теперь и должны установить причину произошедшего. И если выяснится, что транспорт вышел в рейс неисправной, ответственность вероятнее будет нести механик, выпустивший его на линию. Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. На пересечении улиц Горького и Гоголя сегодня днем столкнулись БМВ и Лада. По предварительной информации, иномарка двигалась прямо, когда водитель отечественного автомобиля решил свернуть налево, не пропустив автомобиль. В результате аварии пострадавших нет. Лада уже ждет косметический ремонт. А вот иномарка из-за пробитого колеса место аварии смогла покинуть только на эвакуаторе. Лексус и Нива столкнулись сегодня на перекрестке улиц Астрономическая и Островского. Удар был сильным. По словам водителя иномарки, он ехал по Астрономической. Лада двигалась по улице Островского. И водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Избежать удара было невозможно, говорит мужчина, управлявший Лексусом. Он слишком поздно заметил приближающиеся автомобили и опасность столкновения. Свою версию произошедшего водитель Нивы рассказать не захотел. В результате удара машины получили серьезные повреждения, но остались на ходу. Пьяный отец и сын едва не сгорели в своей квартире в набережных Челнах. Огонь вспыхнул на девятом этаже в одном из домов в Комсомольском районе. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.33. Спасатели вытащили из огня двух мужчин, отца и сына. Они были сильно пьяны. Их передали медикам и госпитализировали. Огонь был потушен на площади 30 квадратных метров. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего первого проректора Кнетука ХТИ Василия Иванова. Он же является директором института дополнительного профобразования вуза. Следователи подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере. Динара Камалова об инкриминируемых ему преступлениях. На суде пересказал на память практически все содержимое своей медицинской карты. Среди озвученных им диагнозов и онкологии, сахарный диабет и болезнь суставов. Поэтому находиться в изоляторе не может. Подытожил уже в конце своей речи бывший первый проректор Кнетука ХТИ Василий Иванов. Повести еще последствия. Есть вот такие подтверждения. Он мне прям показал сразу на онкологическую операцию. Его подозревают в мошенничестве в особом крупном размере и служебном подлоге. Оперативники выяснили, что в 2011 году руководитель института дополнительного образования потребовал от директора подконтрольной школы каждый месяц выплачивать ему по 45 тысяч рублей. В результате по документам Василий Иванов преподавал там, получая зарплату, как установили позже сотрудники управления экономической безопасности. Никаких договоров о приеме на работу с ним не заключалось. Таким образом, по мнению следствия, он получил около 3 миллионов рублей. Находясь на территории города Казань, используем служебное положение. Действует по предварительному сголову с неустановленными должностными лицами университета. Путем обмана и злоупотребления доверием, а также путем внесения в официальные документы табель учета рабочего времени, похитил денежные средства университета. Кроме этого, полицейские установили, что 5 лет назад в одной из школ, по указанию Василия Иванова, были приняты на работу 15 сотрудников. Работу они фактически не выполняли, но зарплата им начислялась. А деньги в общей сложности больше миллиона рублей получал подозреваемый. Следователи настаивали на его аресте. Иванов, находясь на свободе, может отравлять давление на свидетельство, предупредить иных лиц, занимающихся преступной деятельностью о проводимых в следственных действиях, уничтожить предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. На заседании задержанный вину не признал, говорит, работал в ВУЗе. И да, получал деньги, но преступлений никаких не совершал. Это была чистая зарплата за фактически выполненную работу. Страна защиты настаивала на домашнем аресте, объясняя это не только состоянием здоровья подсудимого, но и его жены совсем недавно. Она перенесла операцию. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. Заседание было очень длительным и завершилось меньше часа назад. В итоге суд избрал для Василия Иванова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта. Почти 4 килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские в набережных Челнах у уроженца Приморского края. Под подозрение молодой человек попал еще в минувшем году. Его машину остановили возле одного из садовых обществ. При осмотре нашли два пакета. В них, как позже установила экспертиза, было больше 750 граммов синтетических наркотиков. Остальное подозреваемый отдал сам. Алина Бережная узнала, где он прятал зелье. Ты можешь фару сюда повернуть? 24-летнему молодому человеку ничего не оставалось, как показать все свои тайники. Всего их было три. В лесу одного из садовых обществ. Из них полицейские извлекли килограмм 700 граммов синтетических наркотиков. Как установили полицейские, задержанный являлся закладчиком. Информацию о товаре он получал посредством одного из интернет-мессенджеров. После чего забирал крупные партии наркотиков из условленных тайников за пределами Татарстана. И расфасовывал их на более мелкие партии для дальнейшего сбыта уже на территории республики. Еще один тайник был в машине подозреваемого. Клипс. Под обшивкой двери находились еще несколько пакетиков с порошкообразным веществом. По результатам экспертиз в пакетиках находилось больше килограмма наркотических средств. В итоге у молодого человека изъято 3 килограмма 700 граммов синтетического зелья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суда он будет дожидаться под стражей. Лена Бережная, вызов 112. Ах, это свадьба за беги с козой и гении в инженерном деле. Выпуск завершит рубрика «Сплошные проколы». Какая свадьба проходит без драки? Крупномасштабное побоище произошло на свадебном гулянии в Индии. Причина такой драмы оказалась довольно курьезной. Родственники со стороны жениха и невесты не поделили еду. Доказывать свою правоту в счастливый день молодоженов гости принялись с помощью мебели и кулаков. А этого енота потянуло на спиртное. Продуктовому отделу животное предпочло полки с алкоголем. Утолил ли мелкий воришка свою жажду – неизвестно. Зато ущерб он нанес на весьма солидную сумму. «Поймай меня, если сможешь» – под таким девизом действовал американец, убегая от козы. Животное не отставало от мужчины, даже когда он стал нарезать круги вокруг машины. Тогда к нему на помощь пришли другие люди. Как не надо транспортировать автомобиль, теперь знают эти ребята. Молодые экспериментаторы соорудили гениальный, на их взгляд, мост, чтобы загрузить транспорт на борт фургона. Впрочем, импровизированные леса не выдержали веса легковушки и добавили еще одну головную боль молодым людям. Александр Сабирова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Субтитры создавал DimaTorzok